Возможно ли новое прочтение зачитанной до дыр истории, даже если это детская сказка о трех поросятах? Безусловно, уверенно, в Ивановском драматическом там поставили одноименный спектакль, остросюжетный и динамичный, в жанре хрю-мюзикл. Сюжет спектакля продолжает классическую историю персонажей, поросят, Перси, Питера и Патрика, особенный характер и своя индивидуальность. Один изобретатель, второй обжора, а третий рэп-исполнитель. Мой персонаж, например, самый старший поросенок, который построил дом из камней, но об этом говорится, он когда-то построил, а у нас сказка продолжение. Вот они построили, забыли напрочь про все свои проблемы, забыли напрочь про волка, потому что у них теперь есть дом, они в нем живут и ничего не боятся вообще. И мой персонаж, он теперь может заняться своим любимым делом, он изобретатель, он химик, он варит клей. Постановка интерактивная, герои взаимодействуют с залом, делая маленьких зрителей причастными к происходящим событиям. И как полагается в мюзикле, здесь много поют. На лужайке хорошо, поиграть чуточки, и денечек, и другое, и еще часовчик. Зрителей ждет не просто продолжение истории о поросятах, а ее новое прочтение. Постановка получилась с юмором, рассчитанным не только на детей, но и на взрослых. Конечно, никуда без классической сказочной морали. Довольно-таки интерактивная, потому что там очень много волка общается с детьми, там принимает какие-то решения иметь друзей. Ну, волк остался без друзей, но, в принципе, история-то про дружбу. Мы никуда не ушли от оригинальной сказки. До завершения сезона премьерную постановку покажут еще пару раз на большой сцене. Также увидят ее и воспитанники детских садов областного центра. Складные и компактные декорации позволят возить постановку по дошкольным учреждениям. Малышне на радость. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.